Приветствую вас. Внимательно я прочитал ваше сообщение, ваше письмо. Я постараюсь ответить на него внимательно подробно, чтобы вы получили, как я надеюсь, ту информацию, которая вам нужна для того, чтобы вести себя правильно, чтобы получать то, что вы хотели бы и так далее. А, пожалуй, начать нужно с того, чтобы, условно говоря, разделить вашу проблему на несколько основных частей. На самом деле я не буду называть эти шерсти, потому что, знаете, как бы вам это лично будет, а возможно будет даже отвлекаться только. Поэтому, условно говоря, первое, что мне хотелось бы рассмотреть, это то, что вот первое время вы летаете, а потом вы начинаете замечать, что человек к вам охладевает. Вот это самое охлаждение к вам, оно, по сути дела, и заставляет вас думать, что в действительности любовь к вам, чувство к вам, они проходят у женщины, они становятся меньше, и в результате это вас начинает напрягаться, в результате вы чувствуете себя менее уверенно. Вы знаете, эмоции, вообще, любые чувства, они не могут быть все время на одном и том же уровне. Как бы вот печально это не было основать. То есть, да, у вас есть возможность чувствовать к человеку, к вашей женщине один и тот же уровень эмоций на протяжении долгого времени, но человек, вообще любой человек, у него ведь свой уклад, у него свой, как бы, ну, темперамент, и проявлять эмоции на должном уровне может далеко не каждый. И в действительности вы, что вы делаете? Вы видите, что ваша жена, ваша супруга начинает меньше проявлять к вам внимания, и вы начинаете на это, на этом заострять свое собственное внимание. А жене вашей кажется, что вы уже любите не ее, что вы любите ее другую, ту, которая, которая она была раньше. И, к сожалению, к сожалению, отчасти она действительно в этом права. Потому что каждый раз, когда вы по сути дела вспоминаете, как было когда-то, вы словно как будто бы говорите своей жене о том, что вот ты знаешь, дорогая, я вообще-то говоря люблю уже не совсем тебя, а я вообще-то говоря, люблю ту, которой ты когда-то была. И это не очень-то вашей женщине, конечно, нравится, потому что, я надеюсь, вы понимаете, это вряд ли могло бы понравиться кому угодно. кому угодно не понравилось бы, если бы к нему обращались так, как будто, знаете, уже не его любят, не человека любят, а образ человека. Вот вашей женщине это не нравится. И вам нужно в первую очередь подумать. вот что дают вам эти самые знаки внимания. Причем знаки внимания, ведь они вам настолько важны, судя по всему, они для вас настолько важны, что вы даже не считаете. То есть вам важно именно количество. Но скажем прямо, что важно не количество, а важно качество. Пусть будет один поцелуй от вашей женщины, но если он искренний, если он от души, то простите, это куда важнее, чем много поцелуев, но не идущих от сердца. И отсюда я должен вам задать такой вопрос, на мой взгляд, вопрос очень важный, это вопрос связанный с тем, хотите ли вы искреннести от своей женщины, или хотите вы ну как бы условного выполнения всего того, что вам кажется верным. Значит, понимаете как? Отчетки вы права. Действительно, если человек охладевает, то при активном проявлении в его адрес внимания с вашей стороны, это вызовет у него привычку, вызовет у него ощущение, что, ну а зачем вообще говоря что-то делать, да, если вы так все готовы для нее устроить. Зачем что-то делать вообще тогда? Соответственно, для того, чтобы этот момент, вот такой не очень приятный момент, исключить, давайте мы с вами подумаем так. Вот ваша жена, она меньше к вам проявляет внимания. Что это значит? Это значит, что ее чувства немножечко подостыли. Но подостыли в чем? Подостыли в своих проявлениях. То есть, как раз же она вам уже эмоции не проявляет, а вы этого хотите и вы в этом нуждаетесь. Соответственно, вы можете в этой ситуации своей жене прямо сказать, что вот дорогая, вот знаете, на романтичной ноте, ну, когда у вас будет романтичный ужин, там, и так далее, вы ей скажите, вот дорогая, понимаешь, я очень сильно нуждаюсь в том, чтобы ты мне как можно больше, как чаще проявляла бы ко мне какие-то знаки внимания. Мне это, прямо скажем, необходимо. Из этого я чувствую себя, ну, скажем так, да, из этого я чувствую себя хуже. Мне это очень нужно. Вот, если вы честно своей женщине скажете, как есть чего, во-первых, она, по крайней мере, будет знать, что с вами вообще происходит. Она будет знать, чего вы от нее ждете и почему. Ладно сказать ей так, что, вот, пожалуйста, ну, если тебе не сложно в меру своих возможностей, я понимаю, работа, дела, там, так далее, все это понятно. Если тебе не сложно, пожалуйста, прояви ко мне какие-то знаки внимания. И если вы донесете своей женщине это искренне, откровенно и, знаете, как, так, с пониманием, то вообще говоря, она отнесется к вам так же с пониманием, потому что она-то думает, что вы просто, ну, жиру беситесь, она думает, что вы просто капризничаете, а вам важно показать, что нет, вы не капризничаете, вам важно показать, что вы именно преследуете определенные свои желания. И это для вас важно, это для вас принципиально, скажем так, даже важно. То есть, первый момент заключается в том, чтобы вы именно правильно донесли до своей женщины свою потребность. Дальше. Давайте подумаем так. так. Ну, вы ведь свою жену любите. Любите. Если любите, значит, вероятнее всего, хотите, чтобы она была счастлива. То есть, при вашем отношении к ней именно как к любимому человеку, вы любое ее действие и свое действие воспринимаете через контекст, и это очень важно, ее счастье. То есть, вам важно, чтобы она была счастлива. И если женщина проявляет к вам эмоции, проявляет к вам, ну, пусть мало эмоций, да, но хоть какие-то эмоции она к вам проявляет, то главное, чтобы она при этом была счастлива. Если вам нужно, чтобы она проявляла больше эмоций, столько, сколько хотите именно вы, то в этом случае вы как бы уже думаете о себе. То есть, вам важно, чтобы именно вы получали то, что вам нужно для себя. Это, конечно, ну, не так плохо, но это направленность уже на себя. Это направленность уже на самого себя. То есть, по сути, эгоизм и эгоцентризм, к сожалению. и в этой ситуации, в этом аспекте, вам нужно быть максимально деликатным. Если женщина думает и видит, что вы, во-первых, не отказываетесь принимать ее такой, какая она есть, а если вы напоминаете про прошлое, то это именно так и выглядит. во-вторых, если женщина видит, что вы от нее требуете ласки и тепла, даже когда она не хочет, не готова вам этого дать, все это может ее еще больше от вас отоплеснуть. Поэтому здесь нужно действовать достаточно четко и деликатно. Как именно, спросите вы. Ну, вообще говоря, до начала просто-напросто давайте мы с вами попробуем сказать так. Вы для своей женщины делаете какие-то вещи почему? Ну, наверное, потому что вы хотите ей счастье. Если вы делаете для нее именно потому что хотите, чтобы она была счастлива, то простите, но тогда вы не требуете ничего взамен. А если вы требуете что-то взамен, то это уже как бы, знаете, взаимовыгодные отношения. Это было бы хорошо в том случае, если бы у вас были отношения по расчету, но у вас же все-таки отношения по любви. Значит, подобное не совсем верно, подобное, ну, мягко говоря, деструктивно. я думаю, что вы так болезненно реагируете, а вы именно боитесь, вы именно боитесь, именно боитесь того, что у вас будет меньше ласки, потому что у вас нет все-таки достаточной уверенности в собственных силах. То есть, я, конечно, понимаю, да и вы написали, что вы уверены в себе, что у вас есть эта уверенность в себе, но тем не менее, если бы вы были уверены в себе, то тогда бы не оставало бы такой вот проблемы. Раз такая проблема встает, значит, все-таки в чем-то вы не уверены в себе. Вот и давайте подумаем, в чем вы в себе не уверены конкретно. Если вы не уверены в том, что ваша жена вас любит, ну, понимаете, нельзя заставить человека разлюбить. Надеюсь, это понятно. Нельзя заставить человека любить. Надеюсь, это тоже понятно. И вне зависимости от того, боитесь вы или нет, ваша женщина либо будет вас любить, либо она любить вас не будет. И с равной долей вероятности вы можете делать все, что вы делаете, то есть вы можете окружать сколько угодно ее теплом, лаской и заботой, можете этого не делать, и она все равно будет вас любить. Знаете, вам важно для женщины казаться уверенным в себе мужчиной. То есть, если она, вот, когда вы ей скажете, да, вот как мы решили, что вы скажете ей о том, что вам вот важно, чтобы она дарила нам внимание, если она вас в этот момент не услышит, если она не сделает так, как вы просите ее, то тогда вам нужно для себя однозначно решить вот какой момент. Ну, не хочет, не надо. Не хочет, не надо. Это было бы против ее воли. Заставлять женщину дарить вам ласку, тепло и заботу на том уровне, который вам нужно, ни к чему хорошему не приведет. Это насилие. А настоящая ласка и забота, это тогда, когда все-таки происходит по желанию. А вот чтобы желание у нее появилось вас проласкать, можно понять, а какой же для вашей жены идеальный мужчина. Какие качества в мужчине она ценит сильнее всего? Какие в мужчине качества для нее важны? подумайте об этом, дайте ей эти самые качества, то есть посмотрите, на какие, ну вы либо знаете, да, какие качества ее привлекают, либо вы можете методом тыка это сделать, но лучше бы на самом деле, если вы не методом тыка это делали, а, например, вот вспомнили бы, вот как вы себя вели, когда были на пике своих отношений, как вы себя позиционировали, как вы себя там проявляли и так далее. Это очень было бы полезно именно для понимания того, что ваши женщины нравятся. женщина ласкова к мужчине тогда, когда она чувствует себя рядом с женщиной. Для этого нужно понять, что для нее есть олицетворение мужества, что для нее есть олицетворение всего того, что заставляет чувствовать ее женщиной. тогда у нее появится желание дарить вам ту самую ласку, теплую заботу. Вообще говоря, женщины любят, ну вот такие, если хотите, общие признаки. Женщины любят уверенность в себе мужчин. Мужчин, которые не копаются в себе. Мужчин, которые ну вообще говоря больше делают, чем говорят мужчин, мужчин твердых, мужчин, которые вот если сказали, то уже от своих слов не отталкиваются. Это в общих чертах, ну а в частности это уже зависит от личных предпочтений вашей женщине. Дальше. Дальше вы пишете, что если ваша женщина без настроения, то она меня уже не любит. Меньше целует, чем раньше, меньше хочет секса. Знаете, если ваша женщина без настроения, это значит, что у нее могут быть какие-то проблемы. Я думаю, что вам нужно, вот когда вы видите, что у нее плохое настроение, вы спрашиваете, что с ней происходит, она уже знает, что вы интересуетесь этим не ради нее. Она знает, что вы интересуетесь этим ради себя, потому что вам нужно, у нее было хорошее настроение для себя. Вы поинтересуетесь, о чем она думает, что ее на данный момент волнуюсь. Попробуйте помочь ей, просто поддержите ее в ее трудности и вы увидите, как облегчить ее существование, условно говоря, облегчить преодоление для нее какой-то трудности, жизненные сложности и так далее, вы увидите, как она вам будет благодарна. Если она вас за день поцелует меньше раз, чем другой день, то это не значит, что она привыкнет. Это значит, что в быту бывают разные обстоятельства. И важно еще раз, чтобы ваше внимание, сейчас ваше внимание нацелено на вас самым. А нужно обращать это внимание на другого человека. Вы другого человека воспринимаете исключительно как источник ласки, там, добыты и так далее, и так далее. Но вы не воспринимаете человека как носителя своих собственных несвятных с вами проблем. И когда у человека появляются на равне с вами еще какие-то другие моменты, факты, обстоятельства, трудности и так далее, вы воспринимаете это на свой счет. Это неправильно. мы с вами сказали как себя вести, но что вам движет? Ведь вы не просто так начинаете следить, вы не просто так начинаете наблюдать за своей женщиной, и вы не просто так опасаетесь, что она привыкнет, будет целовать вас мало на протяжении всей жизни и так далее. Вам внимание, потребность во внимании всегда является следствием неуверенности в себе. Давайте предположим с вами, просто пока предположим, что этого внимания она вам не дает. Что вы теряете? Теряете свою значимость? Теряете свою мужественность? Теряете свою привлекательность? Так по-вашему получается? Если да, то это иллюзия, потому что на самом деле вы не становитесь менее привлекательными, если женщина не обращает на вас внимания. Но вы точно становитесь менее привлекательными, если вы начинаете требовать от женщины этого самого внимания. Вы гибнет это жалко. Давайте подумаем так. Почему вы так активно нуждаетесь внимания? Какой страх, какие сомнения вы пытаетесь в себе заглушить? Что вы пытаетесь подтвердить для самого себя женским вниманием? Ну предположим это неуверенность в себе. Вы пишите, что вы в меру уверены в себе. Знаете, у мужчины нет такого понятия в меру уверены в себе. У мужчины либо уверены в себе, либо нет. Если вы уверены в себе, значит у вас есть какие-то моменты, в которых вы в себе не уверены. И это значит, что с определенного периода вашей жизни в этих аспектах вы сомневались. Значит, имели место быть обстоятельства, которые повлияли на такое вот мнение о вас. Мнение самого себя о себе. И скорее всего переживания, эмоции по поводу тех обстоятельств не были выражены должным образом. И они остались у вас. Какой-то негативный опыт остался непроработанным. То есть смотрите, ваша неуверенность в себе, она берет начало. Она берет начало у какого-то обстоятельства. Это обстоятельство послужило отправной точкой. Сейчас вы в себе сомневаетесь, но тогда вы только начинали сомневаться. Вы неправильно поняли эту ситуацию, сделали неверные выводы, и теперь опять раз на них строите свое поведение по отношению к супруге. Вам нужно сделать что? Во-первых, вспомнить, с какого момента вы начали так себя вести? С какого момента вам стало это важно? Почему вам так нужно, чтобы девушка к вам постоянно проявляла очень много внимания? ведь это же нужно вам для себя значит, когда вы просите, когда вы требуете, когда вы нуждаетесь в этом для себя, вы, соответственно, что-то хотите этим восполнить. Недостаток чего-то вы хотите этим восполнить. К сожалению, можно только гадать, недостаток чего именно вы хотите восполнить. Возможно, ситуация такова, что у вас нет полной, у вас недостаточно любви со стороны мамы. То есть, вам недостаточно было первичной любви со стороны мамы. Трудно сказать, нужно разобрать точнее ваши детско-радические отношения с мамой. Если мама вас недолюбливала, то обиды и сомнения в себе, обиды на нее остались, они переносятся на вашу женщину, в результате чего происходит такая ситуация. Если с мамой было все хорошо, значит, ваша мама напротив приучила вас к чрезмерной безусловной любви. Но мама это мама, это единственный человек, который любит вас очень сильно и при этом абсолютно безусловно. К женщине вас такое неприменимо. Если вы любите человека, то вы любите его любимую. А если какого-то человека, какую-то форму человека вы для себя не принимаете, значит, вам вот такого форма для чего-то нужна. Вот давайте подумаем. Вы начинаете думать, значит, что она вас уже не так сильно любит. Хорошо, ваша жена не так сильно вас любит, как раньше. Допустим. Но вы-то ведь уверены в себе. Вы готовы отпустить свою женщин, если она вас, например, разлюбит вообще. Вы готовы ее отпустить? Вы готовы настолько сильно проявить свою любовь, что если она скажет, что ей с вами плохо, и что она хочет от вас идти, вы ее отпустите? Если да, то это истинная, настоящая любовь. А если вы не готовы ее отпустить, то простите, вам что-то от нее нужно. Вполне возможно, что у вас в подростковом периоде или юношеском периоде был опыт неудачных отношений, когда женщина к вам охладела и собственно говоря бросила вас. И вы теперь боитесь любого охлаждения со стороны вашего партнера. Это такой вот комплекс. На самом деле, если женщина, которая вас вроде как любила, какое-то время, а потом резко охладела и бросила, она вас не любила, у нее была влюбленность. Влюбленность это чувство сродни любви, имеющее ряд схожих признаков, но при этом кардинально отличающихся от любви. Если любовь – чувство направленное на другого человека, то влюбленность – чувство направленного на самого себя. И влюбленность – это очень идеалистическое чувство. То есть мы в этой ситуации, в ситуации, когда мы влюблены, мы вообще-то говоря, человека не видим. Мы видим только его образ. И если человек начинает от этого образа выходить, из этого образа выходить, нам хочется вернуть его в этот образ. И вы знаете, вы знаете, если у вас такая же ситуация была с первой женщиной возрастом или юношеском возрасте, это была влюбленность. это не было сколь-либо взрослым чувством. Влюбленность прошла, ничего больше не осталось и, собственно говоря, не осталось мотивом для продолжения отношений. А любовь, она методами растает из влюбленности и страсти. Но после того, как влюбленность проходит, остается спокойствие, остается серьезность и взрослость, остается уважение к человеку, понимание его, чуткость к нему и, конечно же, желание делать счастливым, но уже на более спокойном, на более таком вот серьезном уровне. и если вы видите, что ваша женщина перестала делать вам сюрпризы, то это не потому, что она охладела к вам. Это потому, что ее влюбленность, ее страсть переросла в любовь, переросла в уважение, понимание, в партнерство, в доверие, в просто в ценность вас. И она, как и любая женщина, считает, что сам факт того, что она с вами является достаточным для того, чтобы показать вам, что она вас любит. Действительно, если бы она вас не любила, с вами бы ее не было. Вот и все. Вам нужно это принять. Далее. Далее мне хочется сказать, что на подобное проявление внимания нужны на самом-то деле обстоятельства. то есть, мы сказали, что влюбленность уходит, наступает любовь, чувство серьезное, более спокойно. И, конечно же, в более спокойном чувстве ласки становятся меньше, проявления нежности становятся тоже меньше, это совершенно нормально, но это становится более духовным, более глубоко. Но бывает и так, когда люди просто не имеют возможности проявить никакой ласки. То есть, вы можете специально найти время для того, чтобы проявить жене ласку, подарить подарки, сюрпризы, романтичные вечера, просто потому, что вы сами нужна и не знаете в этом. Но если ваша женщина настолько самодостаточна, или уже она переносла эту стадию влюбленности, что ей это все не нужно, то она и сама не будет эту ласку проявлять, потому что у нее уже нет того пыла. У нее есть сам стаконное ровное чувство. Но как сделать так, чтобы все-таки ее ласка была? Я думаю, что вам нужно стараться больше проводить время и мнулить ваши общие интересы. Чем больше интересов, общих интересов у вас будет, тем больше вероятности, что, во-первых, вы будете время проводить совместно, во-вторых, вы будете вместе заниматься каким-то общим делом, в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, у нее и у вас будет возможность проявить друг другу то самое внимание, о котором вы говорите. Но для того, чтобы проявить это самое внимание, нужно как раз-таки соответствующее обстоятельство. Если анагоничка времени нет, хорошо, допустим, так, времени нет, ладно, но тогда создайте условия для того, чтобы это время было. а это только совместные деятельности вам поможет. Если говорить о совместной деятельности, то здесь нужно сказать в обязательном порядке о том, что их, точнее, ее, эту самую деятельность раскрывают интересы, общие интересы вас и вашей супруги. Это, пожалуй, такая достаточно большая периодная тема, о которой нужно сказать. депутат.